ВЫСТРЕЛЫ 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 Руки не убирай! Вышли руки поста! Такого здесь еще точно никогда не было. Спортивно-оздоровительный лагерь под Бобровкой «Олимп». И здесь сегодня далеко не Олимпийские игры. Пятеро вооруженных террористов захватили лагерь. Условные заложники, студенты педагогического вуза и работники «Олимпа». В роли террористов студенты Института культуры. И эти актеры явно не переигрывают, потому что в реальной жизни боевики жалеть никого не будут. Изначально мы все взошли так навеселее, думали, ничего серьезного не будет, но тут реально началось. Меня как заложника взяли обменять на питание и воду. И вот, да, действительно страшно было выходить, не зная, что дальше будет. Я считаю, что мы достигли своей цели. Нас заштурмовали. Да, да, да. Человек, да, его жизнь, она может и не учитываться вообще. То есть для нас, как для террористов, в образе террористов, это просто плинка. Когда на самом деле здесь каждый важен. По легенде на территории лагеря обнаружили несколько взрывных устройств и емкость с ядовитым веществом. Эти учения, пожалуй, самые зрелищные, которые только видела наша съемочная группа. В них задействовали более 400 сотрудников и почти 70 единиц техники. Среди них авиация, БТР, несколько часов операции, переговоры, освобождение заложников, штурм здания и ликвидация условных террористов. Захваченный объект был оперативно оцеплен и блокирован, в том числе силами спецподразделений и тяжелой техникой. В полной мере отработана поступающая информация о, вероятно, заложенных взрывных устройствах на территории Первомайского района, их поиск и обезвреживание. Наверное, самое главное в этих учениях – взаимодействие структур ФСБ, МВД, МЧС и не только во время реального теракта. Кстати, уже сегодня стало известно, что участники учений показали достойный уровень подготовки. И все-таки хорошо, что все, что мы сегодня видели в детском лагере «Олимп», лишь тщательно продуманный сценарий. Очень бы не хотелось, чтобы каждый из нас что-то подобное увидел в реальной жизни своими глазами. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.